это первый рамадан после пандемии салют ирхаликум салют ибо ютиком это было и именно было решено совмещать два намаза во время дождя и сегодня сегодня тоже бывает такое когда сильный дождь на пока давным учиться роде тоже такой был азан не во время поднима время сильно дождя салют ибо ютиком на еще чтобы магриб сделала тут мы начали видеть удивительные вещи многие братья когда только подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео это поможет нам в продвижении канала и доведение информации до тысяч новых зрителей я представляю вас зрителям асхат хазрат имам хатыб мемориальной мечети на поклонной горе вас даже представлять отдельно не нужно сказать настолько вас любят наши братья и сестры за ваши проникновенные искренние проповеди и наставления лады воздаст нам за все что идет и закона хэр шейху на руслан начала оба кумулять в этом у них и пускай полюет вас тот разеком не полюбили что-то скалы как не хай за это два я хазрат скажите мне пожалуйста впереди вот уже мы на пороге месяца рамадана и это первый рамадан после пандемии после того как мы весь месяц оказались в заточении в прошлом году и постились каждый у себя дома как рамадан пройдет в этом году то есть будем ли мы снова ограничены в передвижениях или мы сможем уже собираться в мечети на таравихи на ифтары совместные как вы планируете этот рамадан как работники служители мечети в этом году планируется начало намазать таравиха будут проводиться начала мечетях но с выдержкой расстояния друг от друга полтора метра также маски должны быть коврики собственно собственный корень но обычно те у кого нету коврики собственно ковриков там выдают мечети но желательно чтобы со своими ковриками приходили уже даже только который человек который пришел и нету коврик ему выдадут это уже будет его постоянно ковриками как подарок маски тоже мечеть их есть кто за например с собой не принес и расстояние тоже должно быть как бы полтора метра до к другу нечала в этом году намазать таравиха будут также сейчас вот если про эти меме мечети мемеральной мечети увидите что что живу шатер рамадана почти уже собран шатер она тоже так же планируется и мы вновь увидим возрождение этой традиции когда будет каждый вечер посвящен культуре одного из народов нашей большой ручей а надо так и вошел бы знать возврат я очень многим об этом рассказывают до до пандемии сцене рамадан до пандемии который был я даже записал отдельное видео в месяц рамадан настолько мне комфортно в москве стало сарова рядом со мной шатер рамадан каждый вечер праздник мои дети приезжали туда как на какой-то невероятнейший искрометный фестиваль культуры и традиции народов большой россии большой евразии даже потому что там были наши братья со средней азии за кавказе и это все в таком невероятном кругу братской любви взаимных пожеланий дуа такая искренность покаяние обращение господу и кроме этого большое количество молельных комнат по всей москве уже несмотря на недостаток мечети молельных комнат уже достаточно для молящегося он может в любом конце москвы найти где помолиться огромное количество реальных кафе и ресторанов где тоже можно зайти перекусить отдохнуть тоже совершить намаз москва стала очень комфортный для мусульман конечно удалось это нелегкой ценой притиркой как бы к мусульманскому сообществу растущему становящемуся все более активным но теперь уже московские российские власти знают что мусульман бояться не нужно что мои полноценные граждане российской федерации а скажите пожалуйста напомните пожалуйста нам как проходил рамадан в период пандемии и какие уроки из сиры пророка мухаммада мирового благословения относительно массовых эпидемий заражений и поведение мусульман в таких условиях мы извлекли в тот период в тот прошлый рамадан который во время пандемии был я вот по себе не помню когда последний раз я ифтар делал дома потому что постоянно мечеть и мечеть как имам мечети и в этот рамадан для меня вот лично как для имамы я думаю для других коллег и мамов он был особо таким каким-то не похожим на другие рамаданы может быть да для прихожанина для потом не каждый раз получается таравих мечети почитать бывало что и дом и вторгел ты в гостях где-то имамы в основном не постоянно привязан к мечетям каждый день ифтары делали как бы мечеть их и мечеть их потом становятся таравиха намаз и так далее мы ощутили то есть я намаз таравих читали дома с детьми семьей я увидел как дети сколько выучили с курана как они там после таравиха читали повторяю уже как-то такой привязан да были конечно скучали наши сердца по мечетям потому что это дом священного аллаха как говоришь на лоскана терапис у себя в куране фи сурат и нур аллаху нур самому это в арт аллах и свет небесы земли и следующем аяте аллах указывает где свет аллаха фибу ютин одинал в домах макмана нур именно где нора находится аллах это в домах то есть имеется в мечетях и там чувство и другая атмосфера но касательно прошлое рамаданы может быть уже такой рамадан не повторится мы тоже некоторые как бы наши братья и сестры были опечалены то что рамадан дома не мечетях без мечети рамадан это и рамадан но это тоже милость вишну аллаху субхану ва-та-алла за которым мы должны благодарить его как аллах говорит в куране асанта краху шайна хайру леком ва асанту хибу шайна хуа шарру леком в аллаху я лиму антоннати алямун что-то вы любите вам нравится но это хуже для вас что-то вам не нравится но это лучше для вас только лазна это вы нет потому что такое мы тоже должны были насладиться тем рамадан который был прошлом году и в этом я думаю сердца очень даже писали там инстаграм на почту то есть мы скучаем по коллективным молитвам от тараве в прошлом году мы как бы не читали в мечетях но я думаю мы так соскучились то что в этом году мы должны его прочувствовать по-другому еще больше относиться и беречь это ничего что касается пандемии конечно верующий человек он не бросает себя в гибель и уничтожение как свыше субханалу ва-та-аля валюту кубе и деку миле талюка не бросайте сами себя в уничтожении не уничтожайте себя своими же руками и сунна пророк мухаммада саллаху алейху салям тому же и гласит то что верующий а ты у него есть разум и не должен бросать его уничтожение если взять тоже история во время умер на хаттаба рада-аллаху рада-аллаху альху или в палестине да палестине то есть он посоветовался кто-то часть пошла сказали как пойдемте зайдем в этот город одна из группа сахабов как тоже на сегодня есть такие братья не бойся все предупредит аллах и на все воли аллаха варты боишься говорит это фирмен к дарилля то что убегаешь от предупредили аллаха то есть я предопределен но ты как бы заболеешь на проявление заболеешь но что скалом армахат об афир мин к дарилля или к дарилля уходим от предопределения лакфы для его жизнь но послушай другую как бы поэт и это тоже гласит то что у сахабов к на амуром шура дайна он как бы все же аллах они собирались советовались вы знаете в тот период когда еще большинство мусульман россии не верила ни в какой вирус когда правительство москвы рекомендовала духовному управлению мусульман российской федерации воздержаться от того чтобы проводить массовые молитвы огромный негатив был со стороны мусульман в отношении властей города москвы да по какому праву вы нас ограничиваете от посещения мечети и так далее и так далее мне пришлось даже записывать отдельное видео обращение это по моему был марта середина марта что послушайте пророк мухаммад мир ему благословения в своих хадисах призывал нас уходить от тех мест где распространяется инфекция и советовал нам друг от друга отдаляться подниматься на возвышенности чтобы можно было прервать распространение вируса и тут мы начали видеть удивительные вещи вдруг изменился азан первые кадры из кувейта когда читали обновленный азан периода пандемии салью фи буютикум то есть не хайя лиса а салью фи буютикум молитесь у себя дома и вдруг огромное количество мусульман узнало гибкость ислама насколько фиг гибкий и он адаптируется к новым возникшим условиям к форс-мажорам вроде пандемии и настолько он гибкий что даже можно азан изменить ради безопасности людей чтобы они не умирали чтобы они не заражались и так далее вот эти вот уроки из из самой сиры из гибкости фикха и из того как они были применены в россии я думаю наше поколение было удивлено этим уроком я думаю они ну как то должны были изменить наше сознание вы заметили вот эти изменения в в нашем современном поколении изменения знаете это с к ташка скажем все относительно тот человек который начитан тот который человек у которой ахлак нравственное качество и так далее который там доверяет так скажем имаму доверяет проповедникам и понимает у нее есть понимание что такое шария то что вот этот гибкость и вот как вы сказали фика и то что ислам он нам дали он на каждое время и на каждое положение альхамдуля относится к рабам священна аллаха с милосердия и с милостью вот эти люди да но есть люди которые не понимают это такая поговорка если вы разрешите многие ученые в своих книгах они коза даже если взлетела поговорка идут два бедуина в пустыне и спорят между собой что-то увидели темное вдалеке один город это город ворон это коза иначе спорить подошли он взлетел культура город я сказал что ворона 2 коза даже если взлетел поэтому такие вот люди которые не переубедить в любом случае они это не поймут или на раху на рабби это кроме того кому аллах тогда своими более вам того скажу что руслан то что приходили даже уже после того как открыли я как сейчас помню это дата это было 15 июня когда открылись мечети это дату не забыть когда открылись мечети после пандемии мы с радостью пошли на утренную молитву на намаз и многие братья когда только имам сказал аллахамду лилляхи раблями все заплакали от радости что они вернулись дом священному были такие которые в этот момент были недовольны почему мы держим расстояние друг от друга то есть даже после того когда мы показали даже хорошо тайном не доверяешь то далее самые правильные сам где в мекке в салузах покрываешь им сейчас можно посмотреть на намаз онлайн в мекке и том они видят что тоже сдержит расстояние даже после этого не удовлетворяется человек и видно что что он хочет спор ради споры не ради того чтобы достичь какого-то истины и отсюда мы что с вами понимаем то что всевышно это нам шарио гласит так чтобы аллаханда заболевает на вас саллю фибу ютикум то есть это были сахабы руку на они такой же был призыв во время дождя а что же говорит как во время пандемии и отсюда было изменение заново время дождя салют ирхаликум салют его ютикум и это было и именно было решено совмещать два намаза во время дождя и сегодня сегодня тоже бывает такое когда сильный дождь на пока давно учил салуди тоже такой был азан не во время поднима время сильно дождя салю фибу ютиком на еще чтобы магриб сделала я думаю что эти испытания естественного всевышний дает для того чтобы мы и веру укрепляли свой на и испытывает нашу веру и дает нам повод к получению новых знаний и также одно из важных вещей отсюда человек понимает то что аллаху гадим нанки аллах не нуждается в послании то что аллах не хочет уничтожения розет вы ума джаня алик фиде нимин хараш аллах не делал вам усложнение в религии не главное там как чтобы через что-то пройти доказать она здесь показывает мечеть открыто и честь закрыта аллах субхану атааля не нуждается что вы его мечети а мы нуждаемся в этом и также мы ничем не навредим аллаху субхану атааля и аллах не требует наше облегчение есть она она не хочет чтобы мы ради этого кидали себя в уничтожение ваше наставление в преддверии рамадана как лучше подготовиться к рамадану вообще и именно в этом году в условиях продолжающегося еще распространение здесь нужно шеху сам посмотреть на две вещи джанебр-рухи то есть как бы духовно подготовиться или там или да или как день подготовиться своим телом и так далее на сегодня очень много людей говорят как подготовиться рамадана как подготовиться к рамадану с точки зрения диетологи нужно просто подготовить свой желудок поменьше кушать вот такую еду нужно кушать жирный курс когда это хамдуля это все нужно и полезно так и я думаю когда наступает рамадан тому же мы все привыкаем желудок сужается далее это не не столь важно чем более духовно мы должны во первых понять что такое рамадан и для чего он чтобы подготовить скажешь для чего лох нам предписал просто в месяц рамадан смешно субхану атааля говорит в сурату бакара я айюха ладзина аману кутеба алейкум уссиям кутеба алейкум уссиям кама кутеба аля ладзина мин кабликум ла алла кум таттеку всевышний спхану атааля повелевает я юхаладин аману во первых всевышний говорит о верующих это не до шаров называется она в куране обращается я юхан нас я юхаладин аману я юхан я юхан расулю и это обращение ко всем верующим и когда человек читает к слова аллаха субхану атааля как говорят ученые мэн а рада не ухаты было фарик без соля то кто хочет обратиться к аллаху пускай молится это обращение у меня рада они стами ахатад аллах алия кран куран кто хочет послушать всевышнего лакусь что пускай читаю куран почему потому что она сантали мы не видели откуда мы можем о нем узнать информацию из-за его же слов как сказал аль айзи ибн амбдусалям и эти слова можно вечно повторять он ла хилан яс или и ла шей бихайрилля фа кейфа ю салю или аллах бихайрилля клянусь всевышним ничего невозможно достичь без всевышнего аллаха а как ты хочешь познать достичь аллаха без аллаха и здесь всевышний аллах обращение о верующий когда человек считает что в нем есть вера он все считает верующим он понимает аллах со мной создать мой творец ко мне обращается и в этот момент сердцем и всей своей душой для бейкер или перед тобой господь что-то от меня хочешь потом приказку тебя алейкум сиям я предписал вам поститься тема кутебе аля лидерами паблику подобно тому как было предписано тем кто были до вас тем вообще на которые были до вас здесь облегчение аллах андре облегчает нам почему потому что он говорит не бойтесь как бы вы не первый до вас были люди которые постились я им приказывал и в конце результат для чего на пиже для аля ком-то так он может быть вы будете богобоязнены то есть аллах низко может быть вы прочувствуете голод может быть то или иное что для аля ком-то так он может быть станете богобоязнен здесь разногласит мафасирун ученые по поводу что такое может быть в останется богобоязнена основное что именно когда человек постится это не просто какая-то диета потому что человек говорит а давай вот для здоровья хорошо диетологи то нет это все это основу что чтобы на быть набожным богобоязненным. И чтобы зайти в этот пост, я вот хотел бы в первую очередь самого себя обращаясь и ко всем верующим. Осталось не так много времени. Перед тем, как наступит месяц Рамадан, нужно встретить этот месяц Рамадан с покаянием пересечившим Аллахом. То есть нужно чиститься от грехов, наставить грехи, покаяться, посидеть наедине, попросить Аллаху прощения. Сколько мы согрешили, сколько мы не выполнили то, что Аллаху нам повел, сколько мы сделали неправильно, кого-то обидели и так далее. Все это улучшить отношения с Аллахом и самое главное быть честным с Аллахом, правдивым. Всевышний говорит, опять же обращается, о верующие, будьте Всевышнего Аллаха и будьте вместе с правдивыми. Это то, что Аллах у нас просит в этой жизни. А какой же результат верующих, те, которые были справедливыми, были правдивыми, какой результат этот день, этот день, когда поможет правдивым их правда. И достаточно, Руслан, того шарафа, вот этого уровня перед Всевышним Аллахом, Субханава Таалей, почета, то, что Мартабу Суддикия, именно уровень правдивых, оно идет на втором уровне после пророков. Всевышний Аллах говорит, Субханава Таалей, Те, кто подчинились Аллаху и его посланнику, они вместе из тех, кому Аллах привел свою милость, вместе с пророками, второе, с правдивыми, третьими шахидами, и четвертое, с праведниками. В этой жизни, вот сейчас мы, например, когда в пятницу на джума намазе, например, 15-20 тысяч человек приходят, каждый человек свою машину паркует, и каждый желает побыстрее сесть в машину, если он торопится на работу или еще куда, и побыстрее первым выехать. И тот, каждый друг друга хочет обогнать. В этой жизни, чтобы достичь алмакам фитурукат, именно достичь что-то вообще, нужно торопиться, если что-то сделать, обогнать, в первом выходе, чтобы достичь цели, какую-то, быть ловким, чтобы что-то, чего-то достичь, это в этой жизни. Аперти вишнала, макам аиндаллах, фи сытк. Именно здесь, в правдивости, если хочешь достичь какой-то уровень перед Аллахом, нужно быть правдивым. Ищаал, с этим наставлением, с этим напоминанием мы будем входить в месяц. Ищаал, и для того, чтобы достичь максимальной пользы, и для того, чтобы мы с вами тоже могли послужить максимально для большего количества людей, как раз-таки я бы хотел продолжить месяц Рамадана наши встречи. И я надеюсь, они примут регулярный характер, инщаал, чтобы именно этот первый Рамадан после пандемии наши сердца, истасковавшиеся по мечетью, по наставлениям, по общению с братьями, инщаал, максимально полно насытились и получили максимальную пользу и довольство перед Всевышним. Для меня это будет великой честью, инщаал, и пускай Всевышний Аллах примет все ваши благие идеи, которые вы делаете и довольствием вашим создателем. До скорых встреч. Алиссаламу алейкум. Алейсаламу алейкум. Алейсаламу алейкум.